В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Очередная выездная администрация прошла в Бултовской школе номер один. Хотел сказать спасибо за ремонт, который сейчас проходит у нас на Южном. В жилом комплексе «Южная Бица» стартовало строительство школы на 1150 мест. Через 20 месяцев мы хотим ввести ее в эксплуатацию. В Центральной библиотеке состоялось ежегодное вручение Всероссийской премии имени Евгения Зубова. Для поэта очень важно признание. Признание не только своих читателей, но и признание своих коллег. Еженедельно жители разных уголков Ленинского городского округа имеют возможность напрямую обратиться к представителям руководства муниципалитета со своими вопросами. Очередное мероприятие в формате выездной администрации состоялось в Бултовской школе номер один. На ней побывал наш корреспондент Максим Козлов. Формат выездной администрации, где жители могут напрямую обратиться к представителям руководства муниципалитета, на этот раз прошел в Бултовской школе номер один. Одна из главных целей такого формата – максимально сократить расстояние между людьми и властью. У старосты я в данном случае, я замкнут на территориальный отдел. То есть это целая вереница, бюрократическая вереница. А полномочий-то особо у староста нет. Тем более, что мы все-таки общественники, не более того. А здесь мы напрямую говорим с руководителями. И это гораздо быстрее, нежели всю эту вереницу проходить. Общественница Анна Морозова – частая гостья на выездной администрации. В этот раз она пришла с просьбой сделать ремонт в помещении, которое выделили для Союза семей военнослужащих России. По опыту знает – здесь помогут. На предыдущем мероприятии я была как частное лицо. И мне необходимо было решить мои вопросы. И реально работает, действует. Как неудивительно, наверное, но действительно слышит, выслушивает и принимает решения. Старшая по дому 46А по Ольгинской улице Надежда Александровна Наумова. Обратилась к заместителю главы округа Татьяне Каляминой с просьбой помочь. Недавно в доме починили крышу, но остались недоделки. И во время дождя кровля протекает. Вот я с этим пришла. Мне все объяснили, мне все сказали. Я поняла. Спасибо большое. Проблема будет решаться. То есть уверенность такая есть? У меня полностью уверенность. И в Татьяне Николаевне, и в ее заместителе. Неизменно на таких встречах присутствуют и представители депутатского корпуса. Причем выступают они здесь в двух ипостасях. С одной стороны, озвучивают вопросы жителей к руководству муниципалитета. С другой, сами проводят консультации и помогают в решении тех или иных ситуаций. Так сложилось, что получился небольшой конфликт с соседкой. И вот Валерий Николаевич, молодец, сегодня пригласил на прием, на личную встречу, чтобы обсудить и помочь с этим вопросом. Сложно было вообще решать подобные вопросы? Ну вот у нас здесь хорошая практика, которую глава Ленинского городского округа у нас выдвинул на территорию Ленинского городского округа. Это выездная администрация, где присутствие, включая и силовые структуры. Вот у нас здесь есть сейчас представитель УВД Булатникова, который вот как раз по этому вопросу даст консультацию, разъяснит, объяснит порядок действия. Традиционная выездная администрация состоит из двух частей. Во второй местные жители имеют возможность обратиться уже к главе округа. Причем ответы на самые актуальные вопросы, которые волнуют людей, Станислав Катров дает уже во вступительном слове. На этой встрече о прокладке пешеходной дороги, которая соединила бы Лопатина и Боброва. Проблематика есть. Сейчас по финансированию мы достаточно ограничены. Андрей Владимирович, значит, по вот этой сумме посмотрите, чтобы мы дополнительно ее постарались найти. В зале присутствуют заместители главы и руководители служб, которые курируют те или иные направления. А потому многие обращения граждан находят решение прямо в этом зале. В частности, вопрос о незаконной парковке, мешающей движению общественного транспорта. Убирают всегда только легковые автомобили, а вопрос к грузовым автомобилям. Причем там знак совершенно четко стоит запрещена парковка грузовых автомобилей. Андрей Владимирович, надо показательные выступления точно провести. Еще несколько раз, что штраф за грузовую эвакуацию 25 тысяч, я думаю, будет ощутимо. На подобных встречах стали традиционными и обращения другого рода, где люди благодарят за уже решенные или решаемые вопросы. Хотел сказать вам спасибо за ремонт, который сейчас проходит у нас на Южной. Раньше он был таким локальным, а сейчас прям все хорошо. И отрадно, что с каждой встречей таких обращений становится больше. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. До 3 июня во всех лесничествах Подмосковья введены ограничения на посещение лесов. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности. В лесные массивы будет запрещен въезд транспортных средств. Дороги будут перекрыты шлагбаумами под строгим запретом разведения костров. На время режима ограничения действуют усиленные меры патрулирования и контроля за пребыванием жителей в лесах. При обнаружении пожара необходимо сообщить об этом экстренным службам по телефону 112, а также принять меры по тушению до прибытия сил пожаротушения. За поджог, который привел к лесному пожару, грозит уголовная и административная ответственность. Строительство школы на 1150 мест стартовало в жилом комплексе Южная Бица. Здание учебного заведения переменной этажности будет возведено на Южном бульваре. Напомним, что к 1 сентября 2024 года в микрорайоне уже планируется открытие школы на 1550 мест. Но застройщик не останавливается на достигнутом. И вот уже начались активные работы над возведением нового учебного заведения. Спешка связана, конечно, с продолжительностью строительства. Через 20 месяцев мы хотим ввести ее в эксплуатацию. Как раз к вводу новых домов в эксплуатацию люди получат еще одну комфортабельную школу на 1150 мест. Кроме учебных классов, лаборантских, универсальных кабинетов в школе будут спортивные, обеденные и актовые залы. Здание планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, когда будут возведены окружающие его дома. Сейчас строительство школы находится на этапе разработки котлована. К основной части возведения строительных конструкций мы приступим через месяц. Это уже пойдут вертикальные конструкции надземной части. Планируется, что вся социальная инфраструктура микрорайона Южная Бица будет включать в себя 4 детских сада, 2 школы и поликлинику. В Виновском перинатальном центре открывается отделение грудного вскармливания. В новом структурном подразделении медучреждения будет оказываться комплексная поддержка для всех молодых мам после обычных и преждевременных родов, которые по разным причинам не могут кормить Грузию, но хотят сохранить естественное кормление. К отделению грудного вскармливания Виновского перинатального центра относится банк молока с комнатой для сцеживания и целый штат врачей-консультантов для молодых мам. Такой подход позволяет в любых ситуациях сохранить лактацию. Особенно это важно для недоношенных детей, которые подключены к аппаратам в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Когда у мамы нет возможности их взять на руки и приложить к груди, но благодаря запасам, собранным порционно, малыш продолжает питаться самым полезным для него продуктом. Детки иногда лежат без мам в нашем учреждении и должна быть возможность получать им грудное молоко круглосуточно, несмотря на то, что мамы нет в данный момент. Для этого у нас создан уже банк грудного молока, где мама может хранить сцеженное днем молоко или замораживать на более долгий срок. И мамочки, которые находятся в отделении патологии новорожденных, тоже имеющие большой запас молока, могут его хранить на будущее. Дочь Эльвира Насирова родилась 21 мая на 29-й неделе весом около полутора килограммов. Мама всегда рядом с малышкой, разговаривает, читает сказки и самостоятельно кормит своим сцеженным молоком. В первую очередь обязательно надо с ней поздороваться, погладить. Она сразу чувствует, когда мама зашла в палату, сразу подает знак какой-то. Ну, а после этого помыть руки, приступить к кормлению. Чтобы все было чистенько, аккуратненько. Сын Татьяны Матвеевой Саша появился на свет еще раньше на 27-й неделе и весил всего 730 граммов. За месяц уже заметно прибавил, благодаря ответственным врачам и маминой заботе. Я очень благодарна прям сотрудникам всем за то, что взялись за нас. Я вижу результат. Мы здесь находимся больше месяца, и я вижу результат по своему ребенку. То есть у меня уже дышим самостоятельно, питаемся мы хорошо. Кормимся мы исключительно грудным молоком. То есть это мое было желание, и других вариантов мы вообще не рассматриваем. Грудное молоко – это молоко мамы, которое напитано большим количеством микроэлементов, которые не содержатся ни в одной смеси. Грудное молоко для недоношенных детей – это не просто питание. Оно обогащено полезными веществами, защитными антителами и способствует здоровью и развитию младенцев, снижая риск осложнений. Если нет каких-либо медицинских противопоказаний со стороны мамы или со стороны ребенка, это накормление грудным молоком. Мы смотрим, как малыш усваивает, как он кушает, как он ест, растет ли он на этом. Многие мамы начинают переживать, что он на грудном скармливании как-то плохо растет, а может быть нам больше нужно давать, а может быть нам чаще нужно давать. Есть специальные программы, разработанные о том, как правильно хранить, как правильно сцеживать, как правильно размораживать и в дальнейшем сколько его можно хранить. Это все прописано и благодаря этим всем правилам максимальная польза грудного молока сохраняется. В Центре поддержки грудного вскармливания врачи стараются уделить внимание всем мамам. Обучить правильному прикладыванию, помогают наладить кормление сцеженным, если грудное вскармливание временно невозможно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Центральной библиотеке города Видное состоялось ежегодное вручение Всероссийской премии имени Евгения Зубова. За личный вклад в развитие литературной и художественной жизни Ленинского округа были награждены руководители подмосковных литературных объединений, писатели и поэты. Всероссийская премия Зубова, премия, выросшая из маленького подмосковного города. Это замечательные, необыкновенные у нас люди. Люди, на которых, собственно, все и держится, и благодаря которым и произошло это рождение. Премия имени Евгения Зубова вручается за различные достижения в сфере литературы и большой вклад в культурную жизнь муниципалитета. Награда была учреждена в Ленинском округе, но ее активно поддерживают представители других муниципальных образований. Для поэта очень важно признание. Признание не только своих читателей, но и признание своих коллег, собратьев по Перу. А именно мы решаем, комиссии по присуждению этой премии смотрят каждый год, у кого вышли какие книги, кто как занимался творчеством в этот год. И выбираем самых-самых достойных, самых лучших. Председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов и секретарь Союза писателей России Сергей Берсенев выступили на Зубовской премии в роли жюри. Особенно высоко оценивались работы авторов, пишущих о красоте родного края. Сам Зубов был настоящим русским поэтом. Находясь в глубинке, он описывал красоты глубинки, именно то место, где он живет. Мы должны воспевать родной край. Не какие-то там заморские красоты, которые нам чужды, а именно родной край, поднимать наши истоки, наши традиции. Одним из лауреатов премии стала Мария Моцарь. Много лет она стремилась получить Зубовскую премию, но не могла, поскольку была прописана в другом городе. В 2023 году Зубовская премия обрела статус всероссийской, что позволило поэту принять в ней участие. Я сама живу в горках Ленинских, давно живу, но прописана в Москве. И поэтому мне все дорого, родной мое Подмосковье, где я живу 35 лет. И теперь вот я получила премию. Восемь новых лауреатов стали обладателями Зубовской премии, которая была учреждена в честь нашего земляка. Поэты из деревни Месайлова Евгения Петровича Зубова. Инга Инчук, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В канун Дня защиты детей, который отмечают 1 июня, в историко-культурном отделе Дома культуры Видное открыли выставку картин и поделок под названием «Сказка. Чудо детства». Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Астаферовой. Сказка и чудо – это два понятия, неразрывно связанные с детством. Сюжет сказок, необычные герои, разнообразные чудеса развивают воображение и заставляют задуматься о жизненных ценностях. Для того, чтобы вспомнить свои детские годы, достаточно прийти в историко-культурный центр на выставку «Сказка. Чудо детства». Художественную основу экспозиции составляют работы Содружества московских художников. Это портреты детей, натюрморты, жанровые композиции. Всего представлено около 80 полотен. Художница Брославская Дина, преподаватель школы рисунка и живописи. Ее работа написана в технике акварели. Причем техники акварели очень много, мы с вами знаем. А эта техника – техника по сырому. Эта техника заключается в обильном смачивании листа водой с обеих сторон и нанесении красок за один сеанс. Также есть работы, написанные маслом, пастелью и техникой ручной росписи тканевых изделий, которая называется «Батик». Работа очень интересная, нестандартная. И по краске, и по восприятию цепляют, как говорится. Хочется все посмотреть, увидеть. Только недавно пришла, поэтому вот сразу вцепилась в первые картины. Очень интересно. Кроме того, на выставке «Сказка. Чудо детства» представлены поделки преподавателей, воспитанников учреждений по работе с молодежью «Энергия», Центральной библиотеки, Центра детского творчества «Импульс», а также других мастеров декоративно-прикладного искусства Ленинского округа. Эти работы прекрасно завершили тему экспозиции. И мы пришли на открытие выставки. Это торжественное очень событие для нашего города. И хотелось бы, чтобы такая выставка почаще возникала. Тема очень хорошая. Дети любят рисовать, сказку. Все очень хорошо. Приходите всей семьей, чтобы вернуться в детство, насладиться красотой и встретиться со сказкой, и снова поверить в чудо. Выставка будет работать до 21 июля. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.